Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Не так давно на сайте нашей Тверской городской думы была опубликована программа комплексного развития инфраструктуры транспортного областного центра до 1939 года. Документ очень любопытный, очень много чего содержит. Документ, сразу еще говорю, он еще не принят окончательно. Это только обнародно, о чем нам один из участников программы сегодня как раз расскажет. Программа очень любопытная, еще расскажу, там прямо нас ожидает, знаете, целый праздник. Самый настоящий для всех причем. Наконец-то разрулятся транспортные потоки. Велосипедистам дадут широкую дорогу. Пешеходов тоже ожидают сплошные пешеходные дорожки. Мосты целые. Электрический транспорт вернется наконец-то. Представляете, мы вроде его похоронили, уже все отпели, попрощались им навсегда. Вот говорят, троллейбусы наши тверские куда-то отправят в последний путь в другой из городов нашей необъятной родины. Но трамваи вернутся, а может даже не только трамваи, причем ни один маршрут. Это не будет даже просто некий трамвайный формальный путь, там, грубо говоря, центр пригород. Нет. В общем, очень много чего ожидается. И об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Хочу их представить. Это Артур Вячеслав Сычев, депутат нашей Тверской и Городской Думы, который нам как раз от Думы огласит. И самое главное, вы его прекрасно все помните, до недавнего времени он возглавлял наше ПТП. Человек, который не понаслышке знает, что такое рулить, что называется, транспортом, и автобусами, и трамваями, и троллейбусами. Поэтому его мнение очень любопытно выслужить. И доцент кафедры автомобильный транспорт нашего Тверского государственного технического университета Владимир Ильич Аршанов. Добрый день. Владимир Ильич тоже давно занимается этим вопросом, очень давно. Человек, во-первых, подолг, что называется, службы, в данном случае в ВУЗа, этим занимается. Во-вторых, Владимир Ильич очень хорошо знает, что такое наши маршрутки. То есть транспорт, который еще недавно очень большую роль играл в транспортном обеспечении нас простых пассажиров, который появился еще в конце 80-х. И долгое время нес на себе значительную часть, значительную часть вот этого времени по перевозке пассажиров. Теперь этого транспорта нету. И тем не менее, тем не менее, а вот Владимир Ильич у нас остался. Итак, а вы можете нам звонить в телефону 300-190. 300-190, у нас прямой эфир. Сдавайте самые острые вопросы, высказывайте ваше мнение, что вы думаете о развитии нашего общественного транспорта, каким ему, на ваш взгляд, надо быть. 300-190, звоните, мы ждем ваших звонков, дорогие телезрители. Неважно, вы едете на автобусе или вы передвигаетесь, видите, жизнь из окна персонального автомобиля, а может даже служебного. Ну что ж, Артур Вячеславович, каким видится развитие общественного транспорта на такой период, как почти уже 20 лет, до 1939 года? Да, еще раз спасибо огромное, что пригласили на передачу. Очень живая и интересная тема. Я только хотел начать, может быть, наш разговор с того, чтобы мы концептуально понимали, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, общественного транспорта – это только одна маленькая составляющая, часть этой программы. В принципе, транспортная инфраструктура, Владимир Рич, подсоединиться, может быть, не даст соврать, это широкое, очень широкое понятие, которое включает в себя очень разноплановые вещи. И общественный транспорт, и грузоперевозки, и вообще движение легкового транспорта, и перемещение пешеходных потоков. Почему в этой программе отражено велодорожки и так далее? Это и трубы, и газопроводы, и так далее, это и алиасообщение, в принципе, да, ЖД. То есть программа комплексного, вот чтобы мы понимали, как бы в теме нашего разговора, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на постановлении неком правительства Российской Федерации 1440-15 года, которая имеет рекомендации, как должен быть построен этот план, что должен отражать, и самое главное, этот план развития как раз базируется на генеральном плане города. Чтобы развитие города, нашего города, в соответствии с генеральным планом его развития, как раз пересекалось с полным развитием транспортной инфраструктуры, как костяк, который обеспечивает себе все. То есть мы понимаем, что вот как раз транспортная инфраструктура соединяет в себе пассажиры потоки теперь уже к точкам притяжения, к нашим торговым центрам, к производствам. Появляются, исчезают где-то. Да, да, к застройкам новым, старым, к точкам роста нашего города, к точкам туристического притяжения и так далее. То есть такое большое широкое понятие. Ну и в составе него, конечно, есть общественный транспорт, очень важная составляющая часть, по которой отдельно тоже, конечно, я могу поговорить. Дорогие телезрители, да, вот только что Артур Вячеславович упомянул еще авиационную составляющую, то есть попросту говоря, аэропорт Мегалу, мы затронем эту тему в наших ближайших эфирах, слишком большая и отдельная все-таки тема, сами понимаете, автобусы и самолеты. Поэтому мы поговорим об этом отдельно, вы не бойтесь, мы не замалчиваем. Про Мегалу мы обязательно поговорим. Сегодня мы именно про общественный транспорт. Владимир Ильич, не дайте соврать Артуру Вячеславовичу, как он сказал. Да, несомненно, эта программа, она нужна для любого города, тем более такого города, как Тверь, где мы в настоящее время испытываем проблемы с организацией движения. Это пробки, уличная и дорожная сеть недостаточно развита, не соответствует современным требованиям. Поэтому необходимо, естественно, разрабатывать программы, такие как ПКРТИ. Расшифруйте, не все знают. Ну, это перспективная комплексная схема развития транспортной структуры. Это комплексная схема организации дорожного движения, это комплексная транспортная схема развития общественного транспорта. Только здесь мы встречаемся с некоторыми проблемами, которые уже заложены даже в законодательстве, потому что эти вот все методические, постановление правительства, методические рекомендации по разработке схем, они довольно-таки такие рамочные, там это новое, так сказать, там не расписывается все подробно, что как делать. Поэтому очень важно эту схему сделать грамотно, экономически и социально, и с точки зрения безопасности, целесообразной. И поэтому я, изучив эту вот программу комплексы развития транспортной инструктуры, ПКРТИ, так уж дайте короче называть, я там заметил ряд недостатков, которые необходимо, наверное, пока еще не принято доработать, ряд неточностей. И, конечно, хотелось бы видеть, кто автор этой схемы, потому что такие схемы должны разрабатывать серьезные проектные институты, такие как и Продурнии, и НИАД, там вот на таком уровне. Потому что она должна базироваться на, не просто умозрительных таких выводах, всем понятно, что, да, там надо это строить, там надо, но это должно базироваться на исследованиях пассажиропотоков, загрузки уличной дорожности, даже он произведен обследован интенсивность движения, определены уровни загрузки, точки, где уровни загрузки превышают нормативные, очаги аварийности. Я, к сожалению, вот это вот, так вот посмотрев эту схему, не увидел. Целевые показатели должны быть заложены, там целевой показатель основной, это 47 километров дорог. Вот я же так сразу начинаю немножко критически говорить. 47 километров дорог. А целевые показатели должны быть совершенно другие, это безопасность движения. А что значит 47? Где 47 километров? А там написано в программе, что будет построено. Ну, все зрители вряд ли читали. Ну, я говорю, что там заложен показатель 47 километров. Что имеется в виду-то? Куда? Будет построено. А, построено. До 39-го года. Да, 47 километров дорог. Но это не является показателем. Показателем является уровнем загрузки. Как разгрузится лучше дорожная сеть. Вот. Поэтому надо было производить исследование, то есть считать уровни загрузки. И каждое мероприятие, которое там написано, они правильные мероприятия. Это Коминтерна улица с выходом на Промзуну-Лазурну, это продление Комсомольского проспекта, проспекта Победы до Московского шоссе, строительство моста. Но они должны подкрепляться цифрами. То есть построив вот эту улицу или это искусственное сооружение, мы снизим уровень загрузки настолько-то. Вот. Этого я не увидел. Поэтому хотелось бы более точнее, детально проработать эту программу. Мероприятия там заложены, в общем-то, все лесообразные. Ну, кроме там некоторых, там, допустим, я не согласен, что там не говорится о подземных или надземных пешеходных переходах. А много ДТП, вы все знаете, совершаются, это наезды на пешеходов на пешеходных переходах. Да. Поэтому об этом ничего не говорится. Это очень эффективные средства, и мировая практика передовой страны идут именно по этому пути. То есть изоляция даже не по времени, а в пространстве потоки, в развод потоках пешеходных и транспортных. Вот об этом ничего не говорится. Вот. И хотелось бы вот эту программу на месте городской думы, я бы просто заказал бы экспертизу комплексную этой программы. Здесь должен участвовать организатор движения, эколог, финансист. То есть там цифры некоторые там непонятные, просто непонятные. А у нас то понятные цифры в виде трех минут рекламы, которая должна сейчас выйти. Не переключайтесь, пожалуйста, у нас сейчас будет реклама, а потом мы дальше продолжим обсуждение транспортной концепции развития города. И у нас ожидается новый гость, которого хорошо все знаете. Кто? Не скажу. Интрига. Итак, мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Мы говорим о перспективах транспортного развития Твери. И у нас новый гость, вы его прекрасно все знаете. Это Денис Игорь Черных, который еще недавно смотрел наши дороги сквозь бинокль госавтоинспектора, помахивая железлом в руке, но потом уже служебной ручкой. А теперь у нас в штатском, потому что он уже с какого-то времени замглавы администрации Твери. Денис Игоревич, добрый день. Добрый день. Все друг друга прекрасно знаем. Денис Игоревич, ну вам слово, вот люди выскажут, что вы думаете по поводу программы вот этого комплексного развития, которая, еще раз оговоримся, не принята. Да, в настоящее время рассмотрена на комитете. Программа была рассмотрена на комитете, действительно я принимала участие. Есть замечания депутатов, есть в том числе замечания и наши. Мы понимаем о том, что есть те точки, скажем так, которые необходимы доработать в этой программе. И в настоящий момент Департамент дорожного хозяйства данным вопросом занимается. То есть, однозначно документ, ну скажем так, как обычно, первое чтение, второе, третье, да, то есть документ был рассмотрен, соответственно, да, и сейчас находится в стадии доработки. Есть некоторые проблемные вопросы, связанные с, в том числе, я думаю, что дойдем мы до этого, да, сейчас часть эфира слышал, пока ехал, да, в автомобиле, значит, и до трамвайного движения доберемся, да, рассмотрим этот вопрос через какую-то призму. Но проблема какая? Мы говорим про строительство дорог. Строительство дорог предусмотрено чем? Генеральным планом. Почему до 1939 года? Потому что до 1939 года у нас разработан генеральный план. Данная программа, она не предусматривает ее стопроцентное выполнение в части финансирования. То есть, понятно, да, то есть это просто перспективный план, скажем так, развития вот этой транспортной инфраструктуры. А дальше все будет зависеть от тех возможностей, которые у нас есть. Например, ну, образно говоря, откуда взялись километры дорог, да? 47, да? Мы понимаем, образно говоря, да, то есть мы понимаем о том, что будет какой-то застраиваться дополнительный микрорайон. Понятно, что в этом микрорайоне у нас должны появиться дороги. Ну, возьмем тот же самый там южный в сторону трассы, да, есть ряд дорог, и ряд дорог еще стоит построить. Их нет, их только сейчас проектируют, да, там продолжение, там, допустим, улицы Вологодской, продолжение улицы Псковской, там, да, там, Стрелковой, там много, совершенно правильно, да, то есть они в проекте. Это все, это все, из этого всего доходит, да? Вопрос, а будет ли застраиваться очередное поле, там, в 28-м году соответственно генеральным планом, или не будет? А нужна ли будет туда эта дорога, или не нужна? А сейчас мы говорим лишь о том, о том, что, к чему пришли в этом году, да, что сейчас мы заказываем проектирование, так называемые пиры по ДУМ новым летным магистралям. То есть это уже обозримое будущее. Какие способности? Это продолжение улицы Маяковского с выходом на Беженское шоссе в прямом направлении раз, и продолжение улицы Туполева на выход на шоссе, на Саватевское, так называемое, да, в сторону Кимор, то есть в районе карьеры. Почему такое внимание в серовосточном направлении? Это прямая, потому что мы все понимаем о том, что у нас город слабо дышит в этом направлении, если мы возьмем Беженское развитие. И даже тот факт, что мы расширим Исаевский ручей, сделаем дорогу, в этом году мы заканчиваем проектирование, у нас будет уже готовый проект двух километров дорог до выезда из города, до поворота на Глазково, да, это будет четырехполосная дорога, но в городе-то все встанет, да? То есть у нас улица Шишкова, мы ее никуда не денем, Новая Зарю, Третьяковский, то есть вот этот перекресток, вот эту развязку, да, мы никуда не денем, в любом случае здесь все будет стоять. Прямая с восточного моста через улицу Маяковского, соответственно, прямая с выхода на Беженское шоссе, она сможет разгрузить вот этот узел. Поэтому это вот один момент. Второе, улица Туполева, аналогичная ситуация, то есть вот эта вот извилистая, хоть и отремонтированная двухполосная дорога, да, остановки непонятные, да, которые находятся там практически у забора, да, мы там даже павильон поставить не можем, и понятно, что это небезопасно. Вот, и, соответственно, опять же, перспектива развития города в том направлении. Вот, соответственно, вот эти два момента, да, дальше следующий вопрос, опять же, если взять выглядные магистрали, но это уже будет реконструкция, да, это Бурашевское шоссе, проект практически готов, да. Также мы заказываем проектирование в текущем году, и к концу следующего года, я думаю, что получим уже на выходе документы, это расширение Старецкого шоссе, то есть, в принципе, активно занимаемся въездами в город, или так называемыми вылетными магистралями, вот, понятно, что если бы мы сейчас могли провести не ремонт Московского шоссе, а реконструкцию там в течение хотя бы там двух-трех лет, да, и сделать уже современную четырехполосную дорогу, да, то понятно, что это немножко другое финансирование, другие деньги совершенно. Вот, то есть вот сейчас планы такие. По поводу пробок, о которых мы говорили в городе Твери, да, ну, не назовут это, что это пробка, да, там, можно, там, заторовые ситуации, там, понятно, что в часы максимальной нагрузки на уличную дорожную сеть в любом случае при наличии такого количества мостов в городе, ну, другого, как бы мы не организовывали дорожное движение, да, нужно делать, опять же, в этой программе, говорится, выделенную для общественного транспорта, вопросов нет. Ну, у меня сейчас рука не поднимется, например, по Тверскому проспекту, да, там, по другим магистралям, там, по улице Горького тоже самое, ввести эту правую полосу, убрать для общественного транспорта, но не поднимется у меня рука. Почему? Потому что я понимаю, что все равно у нас еще больше будет в местах вот этих вот самого большого напряжения, у нас еще больше будет, ну, так называемые, уже подойдем к пробкам, скажем так, из заторовых ситуаций. Потому что с выделенки все равно автобус повернет на новый мост. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Только при этом водители будут поворачивать с одной, там, в двух сторон. Да, вот сегодня, например, мы, сейчас только с инспекционной поездки приехал, да, переносим установку общественного транспорта у нас, да, ту многостандальную установку с Комсомольского проспекта, да, где у нас была все время проблематика, да, мы новый мост пересекаем, справа огромная остановка, и потом автобусы, пересекая 3-4 полосы движения, поворачивая на улицу Горького, да. И куда ее сразу шайбу делать? Да, она у шайбы сейчас уже монтируется, уже площадка уже готова сейчас монтироваться. То есть там остановки не будут? Здесь будет остановка всего для двух. На право? Автобусы? Нет, на право уже сделана остановка, соответственно, прямокоренная. У нас два автобуса 205 и 2014 идут в прямом направлении, в сторону Шмидта. Вот только для них останется в этом месте у обувного магазина остановка. Соответственно, если вам нужно на улицу Горького, садитесь там, если вам нужно на Туплево, садитесь там, и здесь остается только одно статус. Это то, и мы убираем очаг аварийности, потому что понятно, да, автобус налево от остановки, пересекая все, что только можно. Всегда проблема, сколько у нас было обращений граждан, да, и так далее. Но сейчас смогли мы. И даже почему сейчас многие спрашивают, а почему вы не наносите разметку на Комсомольском проспекте? Асфальт давно положили. А вот именно по этой причине. Потому что новая разметка, она не даст водителю автобуса уехать влево. Пешеходный переход там, кстати, как раз убрали. Да, пешеходный переход там будет убран. Однозначно. И сейчас вот делали сюжет, я видел, как там пешеходы бегали. Соответственно, ну, скорее всего, придется там поставить ограждение для того, чтобы... Да, у нас студенты там постоянно попадали. Варийность у нас все преподаватели. А с уровнем госавтоинспекции не предполагается на первое время поставить, чтобы... А мы ограждением сейчас закроем. Ну, ограждение-то. Владимир Ильич, вот вы сказали, как раз, пока Дениса Игоревича не было, что большим плюсом были бы надземные переходы. То есть, не запрещение там все переходы, а сделать надземные. Подземные или надземные. Или под, нет, и можно и так, и так. Ну, мы прорабатывали вопросы еще, когда я служил госавтоинспекции, там, порядка семи-десяти лет назад. Я думаю, что Владимир Ильич помнит, да, мы собирались, разговаривали на эту тему, брали даже, определяли места. То есть, мы говорили про Тверской проспект, мы говорили про привокзальную площадь. Вагон-завод. Вот, вагон-завод, да. Но, объясню проблематику, которая есть. В Тверском еще одно время, помните, была мысль такая, говорили, где в створе бульвар Раищу, дескать, тоже то ли надземный, то ли подземный. Но, в исторической части города надземный пешеходный переход, мы все понимаем, что это... Конечно, не Камильфор, что называется. Да, это раз. А все подземные пешеходные переходы, вот эти три точки, которые мы рассматривали, они все уперлись в просто грандиозные деньги для его строительства. Объясню, почему. Это сети. То есть, это вынос, перенос сетей. Мало того, что кое-где их перенести некуда. Да, ну, возьмем, допустим, Тверской проспект, куда его переложить? Под дом его не переложишь, правильно? Это вот это бульвар Раищево, где створ. Совершенно, бульвар Раищево, да. То есть, там везде идут. Почему у нас там копает генерация, водоканал и так далее? Потому что там все идет в сетях, да, и сети там не двухсотый, не трехсотый размер. Они там копают, потому что у них сети гнилые, и всякий раз гнилые. А под этими сетями не сделать пешеходный переход. Вот и все. И, допустим, даже была возможность в 2019 году за счет федерального финансирования сделать, ну, как минимум, один пешеходный переход, это по программе повышения безопасности дорожного движения, да, мы планировали, рассматривали вопрос, ну, хотели начать с привокзалки. Посчитали, по тем деньгам этот разговор шел не менее, чем про 40 миллионов рублей. 40 миллионов рублей в ценах 2010 года. Это именно из-за выноса сетей. И понятно, что федеральный бюджет сказал, да, такие пешеходные переходы мы строить не будем в городе Твери. Поэтому, вот, к сожалению, здесь есть вот специфика. Я говорю, вагонзавод взять, понимаем, да, какие там лежат сети, опять же. Там 80-е годы еще отказались по этой причине. Да, поэтому здесь вот, а там, состроить там, где у нас нет, ведь проблема пешеходного перехода подземного-надземного какая? Это развести в одном уровне, да, движение автомобилей и пешеходов. Это то, что мы сейчас делаем, так называемые, многие считают, что это неудобно, да, но я считаю, что это вполне обоснованно. Это, когда мы делаем, так называемую третью фазу на светофорном объекте, да, для пешеходов. То есть, когда машины все стоят, а пешеходы идут. То есть машины, да, потому что более 80% всех ДТП, они именно при поворотах происходят, с наездов на пешеход. Кто-то из-за стойки не увидел, кто-то поторопился, пешеход бежал вместо того, чтобы ему идти. И, ну, очень много вопросов, да. Напомню, есть федеральный закон, 443, да, о дорожном движении в Российской Федерации, где черным по белому написано. И вот в студии я уже это говорил, о том, что в Российской Федерации устанавливается приоритет безопасности дорожного движения над временными потерями движений. То есть это говорит о том, о чем? О том, что все делается для безвопасности, в том числе пешеходов. Поэтому вот эти трехфазные светофорные объекты, да, где-то можно играть фазами, где-то есть, но там, где у нас идут большие потоки пешеходов, однозначно они нужны. А сразу, пока не закончили, есть какой-то график, что вот к такому-то году все, ну, очень оживленные, скажем, перекрестки перейдут на трехфазные? Графика нет. Мы это проводим, работу поэтапно, потому что где-то требуется доработать светофорный объект, где-то переустановить контроллер, где-то поставить дополнительную секцию на светофорном объекте. То есть все вот это вот делается. Ведь сколько мы говорили о нашем пресловутом светофорном объекте на пересечении Уолголандского проспекта и проспекта Победы, да, и ДТП там было смертельным исходом, да. Сейчас выделили фазу, поставили соответствующие вот эти красные, так называемые, да, секции, и, в принципе, движение более-менее нормализовалось, уже нет того бардака. То есть водители начали выезжать, согласно правилам дорожного движения, только тогда, когда загорелась для них вот эта зеленая стрелка, да, а не стоять в центре перекрестка, и, опять же, из-за чего может кто-то кого-то не увидеть и так далее, да. Ну, хотя бы тогда в планах ближайший есть какой-то вот, где еще, ближе время, период. Эти работы, ну, в голове у меня нет, но эта работа практически ежемесячно проводится, да. И, подводя итог, вот, Владимир Ильич, все-таки вы так, я так, по-моему, критически мне показал, что нет у нас таких переходов. Резюме. Нужны. В Твери? Нужны. Однозначно. Нужны. Нужны. Ну, нет денег. Сто процентов нужны. Но вопрос не в деньгах. Вопрос в том, что вот эти затраты, которые и так, ну, в той бюджетной ситуации, которая сейчас есть, не сразмерной будут тому, что мы достигнем. То есть проще отрегулировать, где-то поставить ограждение, где-то отрегулировать светофорный объект. Ведь у нас вот, почему никто в нормальной европейской стране не будет, вот, возьмем пример, бульвар Радищева. Один светофорный объект, другой светофорный объект. Понятно, что бульвар хотелось бы перейти. Да. Да, но ни в одной стране европейской, где вопросы безопасности дорожного движения, там, с молоком матери, как говорят, да, там, Германию то же самое возьмем. А там не пойдет пешеход. Он дойдет до светофорного объекта. А у нас, почему-то, мы считаем о том, что нужно любая тропинка, да, вот это как мы, когда проспект Победы начали ремонтировать, да, то есть любая тропинка перехода, здесь нужен пешеходный переход. Нужен пешеходный переход. Кстати, вот Денис Игоревич, пользуюсь случаем, быстренько, вот нельзя ли поставить камеры на отрезки, волоколамки от вот той капли Южного моста до Фаадеева, я каждый день, каждый день езжу с работы, работаю, я каждый день обязательно вижу, что кто-то пересекает сплошную. Каждый день, просто сплошную. Повороты. Да, разворачиваются, вот просто, 180 градусов, поверьте мне. Ну, сейчас спадет. Я вижу это еще раз каждый день просто. Спадет сейчас. Не знаю, но я вижу это. Камеру не просто так поставить, то есть ее нужно сначала приобрести. Двойные сплошные? Наплевать. Я считаю, что вопрос разворота, к счастью, это нарушение, однозначное нарушение, но оно даже на развороте на двойной сплошной, оно не будет, нельзя вести разговоры про лишение права управления, это просто нарушение требований дорожной разметки. Да, я не был прав. Но просто нарушатьothetof. Я думаю, что после того, как мы все-таки полностью введем Крупский потепровод и несколько изменим схема организации дорожного движения, я думаю, что на таких нарушителей будет гораздо меньше. Я могу сказать, что включаясь, что я бы поспорил, например, и наоборот бы пытался инициировать, чтобы там сделали пунктир разрешения поворота, когда, почему поворачивают, я знаю, понимаешь, ну там стоит красный, никто ж не едет, но ты должен стоять, может быть наоборот надо было разрешить разворот в период красного сигнала, светофоры на том месте, это были бы не наружители, и разгружался бы этот поворот. Поэтому тут разные, все когда-то служили в госавтоинспекции. Хотя сегодня, может это не соответствует каким-то сегодняшним нормативным документам. А у нас сейчас телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Ну вот, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться от пешеходов города Твери. Ну, не надо заглядывать так далеко, давайте сегодняшним и завтрашним днем. Ну, по пунктам. Первое, наверное, остановки. И, во-первых, их перенесли. Ну, всегда ли это удобно или неудобно, до перекрестка, после перекрестка, наверное, вы объясните. Потому что многие перенесли после перекрестка, в том числе около магазина «Дом и усадьба» и другие, в частности. Здесь еще, наверное, нужно не забыть про то, что нужно их обустроить. Потому что все сидящие вот из студии, наверное, приехали на автомобилях. А те, кто стоят на общественных остановках, то они должны быть, собственно, наверное, укрыты и от дождя, и от снега, и от солнца. И чтобы там лавочки были. Практически вот за последние годы сколько было обещаний, и поставлены эти не самые хорошие остановочные пункты. Вот единственное хорошее, это, наверное, тот, который ведет через мост Тверецкий. То есть там стоит всегда масса людей, люди, кто едут на дачу, и вообще, он и закрыт, и там есть, где людям посидеть. Касаемо остановки на Тверском, на Комсомольском проспекте, вот здесь вы говорили о светофорах. Слишком большой вот этот переход по своей протяженности. И люди не знают, вот загорелся зеленый свет, сколько будет гореть? В секундах, в минутах, в часах? Потому что люди с колясками едут, там детская поликлиника, больницы и так далее. Вот этот отсчет. В задании, которое мы разрабатывали и давали на конкурс по определению подрядчика, который содержит светофорные объекты, очень много позиций отсутствовало, в том числе вот таких, где доустановка, там модернизация и так далее. Сейчас эти позиции есть, однозначно мы с подрядчиком отработаем. Если там нет табло отчета обратного времени, соответственно, для пешеходов, установим. Здесь проблем никаких нет. Значит, по остановкам, все остановки в соответствии с требованиями нормативных документов должны быть после перекрестков. Перед перекрестками, почему у нас осталось наследие? Потому что оно осталось от трамвайного движения. Траваи останавливаются у нас перед перекрестками, и все остановки практически были единые, и трамвайные, и автобусные. Сейчас, в настоящий момент, мы проводим определенную работу по упорядочению этой деятельности. Однозначно я полностью соглашусь по поводу того, что необходимо оборудовать остановочные площадки, остановочными павильонами. В текущем году их установлено уже более 40 на дорогах города Твери. Эта работа продолжается. Совместно с управлением УФСИН по Тверской области мы разработали несколько остановок, которые... УФСИН? Да. Почему УФСИН? Производители. Производители. По сути, государство поддерживает государство. То есть, гораздо удобнее. Некоторые остановочные... Разработали, скажем так, модели остановочных павильонов, которые, на мой взгляд, гораздо лучше. Те, которые мы называем модерн-3 вот этих, да? Которые сейчас устанавливаем. Их можно увидеть... Две из этих моделей можно увидеть на Московском шоссе. Это Березовая роща, это поселок Химнаститут. Сейчас такая же остановка поезд на Химпроме. А вот в Юрву начали угольца ставить. Угольца ставить. Сейчас, секундочку. Это большая остановка. Значит, остановочный павильон. Такой же мы разработали мини-тверь, так назвали его. Для более узких улиц. Потому что, допустим, на той же самой улице Горького не поставить большой павильон. Сейчас уже до открытия остановочной павильона у Шайбы, остановочной площадки у Шайбы, мы поставим пока туда два павильона. Вот этих вот так называемых модерн-3 стеклянных, которые у нас есть еще в наличии пока. Вот я как пешеход отвратительно и от дождя, и от ветра. Мы их не будем больше закупать, но в наличии они пока есть, поэтому использовать мы их будем. А кто менять? Сейчас у Восточного моста. Менять мы будем тогда, когда все потребности города будут исчерпать. Не то же самое, что там брусчатку каждый год перекладывать. Да, некоторые у нас умные перекладывают. Не будем мы это делать. А на Октябрьском проспекте третий вариант – это те два павильона, которые установлены возле Рио, на Московском шоссе на площади Гагарина. То есть это будет большой павильон? Да, большой, с торговой точкой. Торговую точку будет. Сегодня утром монтировали. При этом это будут именно товары первой необходимости, то есть там никаких шаварм и так далее мы там не подразумеваем. То есть человек может прийти попить кофе, зарядить мобильный телефон. Да, в том числе сейчас разговор идет с транспортом в Верхней Вожде по поводу того, что там будут продаваться в том числе карты. Персонал данных торговых точек будет обучен оказанию помощи по транспортному обслуживанию населения. То есть в принципе это такой маленький многофункциональный центр. Понятно. Давайте перейдем все-таки к транспорту. Артур Вячеславович, предлагается вернуть электрический транспорт. На ваш взгляд, что нужно вернуть? У нас были трамваи и троллейбусы. Вот на ваш взгляд, что нужно? И самое главное, что реально вернуть? Потому что мы знаем, дело не дешевое. Нет, дело действительно не дешевое. Я нахожусь в постоянном контакте с нашим министерством транспорта Турской области. и в консультационном совете, условно говоря. Знаю, что эта работа точно не закинута, не заброшена. Она ведется по поручению губернатора. И на сегодня рассматриваются оба варианта по наземному транспорту и по трамваю. И подана заявка на сегодня в Министерство транспорта Российской Федерации от нашей области по субсидированию, по инвестиции на именно ремонт инфраструктуры. То есть вот задавали вопросы, раньше я там слышал в СМИ, почему мы не подали заявку на Минтранс в 2020 году на трамвайное движение, так называемое. Потому что на самом деле по той программе, которая существовала, речь шла только про сам подвижной состав. Подвижной состав у нас и так, в принципе, есть на начало. Пути оно законсервировано, это все уже видели, проверено. Но его невозможно опустить, пока не восстановить инфраструктуру. Это вопрос тем людям, которые говорят, вот снимают последние пути, последние провода, сволочи. Это говорит о том, что окончание трамвая убивают. А дело в том, что просто рельсы в таком состоянии, что... Я все время на это раньше говорил, сейчас настаиваю и объясняю свою позицию, что бессмысленно, что наличие старых рельс в асфальте однозначно не может сказать о том, что завтра можно пустить трамвай. Пока не убрать эти трамвайные пути, не пути, а рельсы и шпалы, условно, не поменять на новые на трамвайных путях. Потому что путь, это целый комплекс, это выделенный участок земли, это рядом несущие опоры контактной сети, и так далее. Все остальное, как у автомобиля, мотор, двигатель, коробка передач, шоссе и так далее, это заменяемые запчасти, которые можно вынуть рельсы, положить новые, можно вынуть шпалы, положить новые, и так это делается. Поэтому на сегодня, еще раз, мы ожидаем, вот мы, депутаты Думы, совместно с Минтрансом отслеживаем ситуацию по этой подданной нашим правительством области заявки на инвестицию, на как раз восстановление, вот то, что заложено в нашей программе городской первой очереди, это 5-й, 11-й маршрут. Я все время говорю о том, что здесь надо рассматривать, еще так называемым, мы его все время 9-м называли, то есть если восстановится 5-й маршрут ДСК вокзал, 11-й Соменко вокзал, то я считаю, что еще важна и транспортная связь по этим же восстановленным путям ДСК Соменко. Как бы три маршрута на самом деле можно сделать здесь. И по электротранспорту, абсолютно правильно, что сегодня снимают старую контактную сеть. Будучи руководителем предприятия, неоднократно мы возмещали нанесенный материальный вред автолюбителям, владельцам личного транспорта и государственного, когда обрывается контактная сеть и это повреждает транспорт, который находится под ней. Сегодня неэксплуатированная и старая контактная сеть также точно, однозначно требует демонтажа. С учетом развития, моя, если говорить, позиция, с учетом развития вообще технологических новшеств, технологий, что сегодня происходит в стране, действительно, мы уже уходим от троллейбуса, как вот именно троллейбус, который постоянно привязан к контактной сети в сторону электробусов. Вот мы испытывали, обкатывали в свое время маршрут, который стал сегодня 42-м. Я рад, что вот то, что мы тогда придумали, оно как раз закрепилось и второй троллейбус заменил на 42-й автобус, продление маршрута. Сегодня я могу сказать, что вот тоже обладаю информацией, что подано, то есть к вопросу, что это не заброшено, что подана заявка уже в Минфин. на программу, даже вот я с собой взял, которая, которая, так и называется, вот, значит, общесистемные меры развития дорожного хозяйства, как под программой в рамках национального проекта «Безопасная и качественная дорога». вот подана заявка на первые 15 электробусов, условно говоря, которые планируются оставить в салонном машине. У меня сразу вопрос просто, ну вот вы сказали, 42-й нормальный, то есть что, будут дублировать или заменять автобус на электробус? Да, если мы попадем в рамки этой программы и нам ее одобрят и твердят и выдадут финансирование, то идет речь о как раз автобусы перенаправить. А тут очень сложно это надо считать в каком-то комплексе за определенный период. На сегодня, после бы стоимости носителей, я тогда уже говорил, топливо и электричество в принципе выровнялись. Если раньше электротранспорт был дешевле. Вторая тема, срок службы. На сегодня говорят, что электробус он как бы несколько дольше служит, а та батарея, которая требует замены, служит на сегодня 7-8 лет. Но это как раз и надо смотреть. Я считаю, что вот нельзя сразу бухаться и половина транспорта делать в таком виде, это в таком. Надо смотреть. Как раз пробный маршрут, открыть его, посмотреть, а покатать именно не одним автобусом, как мы тогда троллейбусом это делали двумя, а вот 10-15 единиц, чтобы увидеть свою концепцию. Понятно. Владимир Ильич, вы как специалист по организации вообще движения, все-таки автомобильный транспорт, политехи у нас далеко не перед 10-летием вот мучат. А что можно сказать тем, которые говорят, что вот трамвай он не нужен, он мешает движению, он тормозит. Я уж молчу, правда, что дребезжащий, допустим, будет и не дребезжащий, как за границей, это ладно. Да, но аргумент у автомобилистов, в первую очередь, я это слышу постоянно. Знаете, как только начинается вот разговор, мне сразу, что твой трамвай достал, вот тут он и так далее. Что он может сказать вот этим людям? Это говорят не автомобилисты, это говорят не только автомобилисты, это говорят учебники, что трамвай имеет при всем своем преимуществе, это высокая провозная способность, экология. У него два недостатка. Вот именно о чем вы сказали, так что автомобилист тут правы. Он сильно снижает пропускную способность улиц, то есть это две полосы движения заняты. А второй недостаток, это сложная инфраструктура, вот что говорил Руслан Ильич. Это огромные затраты, если вводить трамвай, это надо менять трамвайный путь и однозначно. Это да. Да. И потом, сейчас изменилась ситуация с общественным транспортом, потому что она была год назад, сейчас она совершенно другая. Я бы на самом деле подождал бы еще. Вот сейчас начнется учебный год, сейчас автобусы ходят полупустые, сейчас они будут загружены, и посмотреть, где не хватает. Добавить автобусы, может не надо трамвай уже водить, может уже вот этот автобус исправится. Зачем тогда водить трамвай, вот эти большие затраты. Вот я бы категорически не говорил, что надо или не надо. Я бы на самом деле подождал бы, изучил бы спрос пассажиропотоки, предложения граждан, и тогда уже, понимаете, трамвай, это опять две полосы движения с мостами берет, выделенные линии, они остались до сих пор. Это как раз вот ДДСК, это республиканский Мегал, согласен, но есть Тверской. Тверской проспект, это вот само, потом я смотрел в программе, там Арджиникидзе тоже занят. Не, 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 сейчас я поясню. Да, Денис Игоревич, я вам слово дадим, сейчас вывернусь. Поэтому с трамваем я бы так не спешил, что надо там или не надо. Надо подождать, изучить. На мой взгляд, если надо трамвай, надо вводить его чуть ли не вес, как он был то есть они отказали в 60-х годах от трамвая Джордж Попидо, от декларации в свой общественный транспорт, личный транспорт. Говорят, возвращают. А потом они уже возвратились в 83-м году, но уже на одном уровне. Это скоростные линии транспорта, это облегченные линии метро. То есть на совершенно другом уровне пришли. Даже сами трамваи имеют вид такой урбанистический, да, бы такой не архаик и так не отдавал. А как же вот пример восточноевропейских городов, вот мой коллега мне рассказывал вот про Таллин, город такой же по площади населения, как Тверь. Четыре маршрута ходят очень современные, все чики-пики. Я лично про Прагу могу сказать, там вообще вот они везде ходят. Там, знаете, бывает, во двор заходишь, арка такая, а тут трава выезжает. И трава там вот эти наши самые тадры любимые. Вот про что я вам и говорю. В Праге там 22 маршрута, по-моему. Там огромная сеть. Да, глубокая дочь. И там легче, быстрее доехать на трамвай, нежели на метро или на личном транспорте. Вот, ну не мешает же никому. А улица Мускина? Да, но у них 22 маршрута. То есть возвращать, то возвращать. Если нам везти, вот как было 19 маршрутов, то люди пересядут. А Таллинн всего четырьмя маршрутами? Ну, Таллинн я не могу сказать. Может они... Я хочу очень поддержать, на самом деле, и сказать, как депутат уже в данном случае, что мнение своих избирателей, что оно вообще принципиально делится. Что есть люди, которые активно поддерживают трамвай, несмотря ни на какие трудности, которые ждут или не ждутся с этим, есть люди, которые также точно задают вопросы, что если сегодня восстанавливать трамвай, то по новому ГОСТу, вообще-то посадочные площадки должны быть около путей. Уже не переходить дорогу мы должны. А это значит даже не две, а три полосы. С улицы Горького, где всего их там четыре практически. То есть первый момент. Второй момент, который здесь требует реального обсуждения. Даже те обособленные участки пути, от заставы до ДСК и от Капашвара до вокзалов, они на всем своем протяжении, буквально каждые там 200-300 метров, пересекаются. Да, перекрестки с Клескова. Ну, все подряд улицы, которые там выезжают. То есть нормальное скоростное движение, обособленное, хоть и не на обособленном участке, не сильно ты сделаешь. И сколько аварий, даже при том тихоходном движении трамвая, которое было у нас, у нас на этих перекрестках бы совершались. Тоже вот это такая тема. Поэтому вот именно про пропускную способность. И третья тема, я могу сказать, которая тоже не сильно обсуждается, но очень серьезно существует, абсолютно с чем согласен с Владимиром Ильичевым. Потому что опыт показывает, когда было ТТУ и была развитая трамвайная сеть в разные стороны, то те аварии, которые происходили на трамвайных путях, либо поломка подвижного состава, мы тоже от этого никто не застрахован, либо просто ДТП автомобилей. И пока, если там особенно пострадавшая глиня разберется, все движение закрыто, никто их вместо сдвинуть не может. То все у нас, мы с вами видели, мы поставили все, хоть сети старых, хоть суперзвезды, они все стоят. А если это развитая сеть, то диспетчерская их разводила, условно говоря, на другие маршруты и трамвайное движение осталось. Ну, все вставало полностью. И ремонт, восстановление, если останавливаться только на одном, этапе первом, то это так и останется, все равно мое мнение, условно туристическим маршрутом, а не статусом. Для галочки. Не для галочки, причем для статуса. Для всего. Тут можно по-разному, да, нет, рассматривать, а не с точки зрения какого-то глобального улучшения или обеспечения транспортного сообщения. Понятно. Денис Игоревич, вот теперь вам слово, как представитель исполнителя, который предстоит все это делать, в том числе. Муниципальный. Я хочу остановиться на том, что вот эта программа, еще раз говорю, то есть это не говорит о том, что это завтра появится. Есть генеральный план. В течение полугода должна быть принята вот эта программа. Да, опять же, будет или не будет, это вопрос, это не догма. Все это уже будет сидеть. Ведь финансирование вот этой программы, оно и складывается с федерального бюджета, областного бюджета, местного, там, да, ведомственных программ, различных, государственных программ и так далее. То есть это первый вопрос. Второй вопрос. Вот эти два этапа прописаны, и мы тоже сейчас это скорректируем, я сразу скажу в программе, в которой мы сейчас вносим изменения, да, то есть это пока это перспективы. Перспективы это далекое, никакие решения на сегодняшний день, они не приняты. Сейчас идет диалог, диалог между Министерством транспорта Тверской области, в чьих руках находится полномочия по организации транспортного обслуживания населения в городе Твери, эти полномочия переданы с муниципального уровня на региональный, между администрацией города Твери, и пока никаких решений их нет. Поэтому, еще раз говорю, это концептуальный документ. Что касается видения, ну, наверное, все-таки, начало 1901 года появился трамвай, да, все-таки, Тверская губерния, да, то есть это история. Есть проблемы, достаточно серьезные проблемы, но давайте посмотрим по-другому. Современный трамвайный путь, там, бетон, резина, да? Да, трамвай, совершенно правильно, да, я тоже обращал внимание на Татру, которая там 60-х годов, которую не слышно, согласен. Да, исторические цитаты ничего не разрушают. Допустим, допустим, опоры, которые стоят посередине между трамвайными путями, на которых держится трамвайная сеть, на которых тут же установлены фонари. Тот же самый Тверской проспект. Серьезно? Серьезно. Единственное, что меня напрягает на данный момент, это два. Это Новый Волжский мост, где пойдет движение трамваев, и однозначно там не получится сделать выделенку, и по трамвайным путям там будут ехать машины. Да. Сто процентов, да, это первое. И второй момент, это вот эти вот новые изменения по поводу остановочной площадки. Ну, а как же Москва-Петербург и так далее? Вот эти вопросы. А Москва-Петербург практически не развивает трамвайное движение. Они используют то, что у них есть. И мы-то говорим о чем? Что одно дело уже строить, а другое дело просто дорабатывать. Две разные вещи. Вот. Поэтому все это сейчас находится в стадии обсуждения. Ну, а вы как госавтоинспектор, бывший, вот с точки зрения Владимира Ильича озвучил, вы согласны, что они затрудняют автомобильные движения? Они однозначно затрудняют автомобильные движения. Авария? Но, однозначно, но при наличии тех же самых, допустим, двух маршрутов движения, ведь смотрите, насколько интересно было бы продлить от того же самого ДСК, допустим, до областной больницы. А если пойти еще дальше? Ну, вот так вот подумать. А если, например, по улице Паши Савельевой, по зеленке, которая посередине, пустить там вай? Да, в генплане причем. Я же говорю, то есть мы-то говорим про генеральный план развития. А вдруг еще там два микрорайона опять же появятся новых, да? Почему вот эта транспортная доступность ее не обеспечит, в том числе и вот этим способом? Мне показывают коллеги телефонный звонок. Очень быстренько у нас времени так много осталось. Ваш вопрос. Буквально несколько секунд. Эта тема сегодняшняя, естественно, не на одну передачу, особенно касаемо трамваев. Я бы сказала так, что это не рентабельно, не нужно за какой-то гоняться пресловутой идеей, которая потом станет боком и поперек всех дорог. Слишком затратно и не рентабельно по всем параметрам. Давайте потом поговорим как-то и о троллейбусах. Спасибо вам. Спасибо вам большое за ваш звонок. Да, даже люди простые. Господа, еще один вопрос, рентабельно-нерентабельно, все время возникает вопрос о парковке автомобилей. Как в спальных микроэндах, когда человек приезжает домой, так и где-то в историческом центре, не историческом, там, на Генае и так далее, куда люди приезжают на работах. Можно ли вот эту проблему решить? И как? Владимир Ильич. Ну, во-первых, надо при строительстве объектов жилищных, там, объектов обслуживания требовать соблюдения нормативов. Там, где дом строится, там по нормам положено столько-то стоянок. Говорят, нормативы соблюдают, только они не учитывают. Повторяю, нормативы не подразумевают, сколько квартир, сколько должны. Можно? Можно. Нужно. Значит, к сожалению, здесь вопрос, я став муниципальным служащим, да, это тоже много интересного для себя открыто, потому что я раньше, как бы не знал, или меня обращал внимание. Значит, однозначно ни один дом в городе Твери не вводится в эксплуатацию, то есть мы не выдаем разрешение на вводную эксплуатацию, да, без выполнения тех условий, которые есть. Вопрос в условиях. Федеральное законодательство сейчас говорит о том, что... То есть строители, они экономят землю. Да. И они делают все, все строго по законодательству. Законодательство говорит о том, что такое-то количество должно быть для жителей и такое-то количество должно быть гостевых. Вот я на 100% уверен, что везде это соблюдается. Дисней Григорьевич, сразу вот скажите, нет такого 100 квартир, 100 машин и мест. Нет, однозначно. Однозначно такого нет. А почему не изменить? На муниципальном уровне сказать 100 квартир, 100 домов. А мы сразу... Потому что муниципальное законодательство, оно строится на федеральном законодательстве, да? В федеральном законодательстве, если бы там была оговорка, либо там субъект, либо муниципалитет может принять решение, да, этой оговорки в данном случае нет. Сейчас мы просто являемся заложниками этой ситуации. По поводу паркингов я могу пояснить, да? Да, сразу все. Паркинги. Недавно разбирался с ситуацией, встречался с жителями. Зеленый остров, дом Жираф, на улице Терещенко, улица Озерная. Проблема, дворы все закиданы, новая застройка, вроде как даже практически центр, да, то есть красиво, привлекательно все. Рядом есть участок. Застройщик говорит о том, что я готов здесь построить многогубленную парковку. А значит не пользуется. Есть опыт улицы, первая Суворова, где она полупустая стоит. Здесь аналогично посчитали нерентабельно. Заасфальтировали площадку, две тысячи стоит парковочное место. То есть застройщик представляет, пожалуйста, жителям это. Стоит 10 автомобилей. Что делать-то в итоге? Жители, жители. То есть, по сути, скорее всего, разбираться должен кто? Муниципалитет. Как? Строить, строить, строить площадки, строить. Первый момент. Второй момент. Земли практически нет. Земля частная уже, да? Частник вот хотел построить, построил. Спросом не пользуется. Дешевле отдавать, как я понимаю, там две тысячи сутки. Ну, вот я, например, для себя, чем ставим машину во дворе, мешая детям, другим участникам, там, жителям, соседям, да, там, царапины считая на этих машинах, там, отроны, зеркала и так далее, да? Когда к моему подъезду не может подъехать скорая помощь, пожарная и так далее, я бы, наверное, нашел в бюджете 2000 рублей, и за городом живу, вот, а 2000 рублей нашел бы в самом бюджете и поставил бы машину на парковку, где я знаю, что с ней ничего не случится, да? Ну, что же, наша программа, к сожалению, подошла к концу, далеко не все обсудили, тема большая, поэтому приглашаю гостей еще, мы не обсудили возможности от речного транспорта и так далее, ну, что ж, поэтому, видите, тема очень сложная, и, как выясняется, неоднозначно, вот, вроде бы, как говорят, трамвай-трамвай, вот, даже и зрители, и эксперты говорят, что, может быть, он и не нужен, к сожалению, и к радости, тем не менее, поэтому, что ж, до новых встреч, желаю вам все-таки, чтобы вы не подали в пробки, чтобы ваши машины не царапали на парковках, а лучше, наверное, ездить на трамвае, точнее, на автобусах, вот, говорят, нас собираются улучшать, улучшать, даже новые остановки будут, наконец-то, комфортные. До новых встреч, эфир. До новых встреч, спасибо.